Всем здравствуйте! Это История от подписчиков. Сегодня я зачитаю историю подписчицы про отношения с турком, про те самые красные флажки, на которые нужно обращать внимание. Я дам какие-то свои рекомендации или мнения по письму, о чем мне просили, и также в комментариях автор письма ждет и ваше мнение на данную историю. Так что давайте приступим. Если вам очень нравится подобное видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео в соцсетях. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Решила рассказать вам мою историю знакомства со, в кавычках, светским турком. От парня пришлось бежать в итоге, потому что количество красных флажков в начале отношений просто зашкаливало. И они тут даже перечислены по номерам. Давайте начнем с первого. Говорит прекрасно и в голове роется мысль. Вот он, мой принц. Красивый, высокий, супер вежливый, внимательный к чувствам славянской наружности, светлые голубые глаза и русые волосы. Английский у него был плохой, но хоть какой-то уже спасибо. Ведет себя вроде бы без стандартных люблю и трамвай куплю. Однако куча планов на наше совместное будущее в стиле вот давай поедем летом к морю, вот туда в парке трасса для горных великов, давай купим два и будем кататься. А зачем ты думаешь покупать себе машину, если у нас уже есть одна? Последняя фраза зацепила мою подругу, так как мы этим парнем знакомы буквально две недели были, а он уже мне рассказывает, как я буду брать его машину при надобности. Это для нее звучало как попытка быстро соблазнить, ну или инфантильность какая-то. Тоже так себе перспектива. Флажок номер два. Парню 34 года было, живет он с мамой. Ну окей, думаю, может быть экономный. Машину купил новенькую, редкого лаймового цвета, но практически на ней не ездит. На работу на автобусе, по делам на скутере. Спросил его, зачем ты машину-то купил? Говорит, любит проводить время за рулем. Такое вот у него хобби водить машину. Отметила также, что руль держит, что явно яйцами, в кавычках, сильно развалившись. В Стамбуле даже инструкция в Мамарае повешена, чтобы так не садились. На западе это называется men's breathing. И руль придерживает парой пальцев всего левой руки, спрашивая, что так? А вдруг сейчас кто-то в обочину тебя прилетит? Так как ты будешь маневрировать? Тут было традиционное. Ахершия у нас. Не волнуйся, просто я очень хороший водитель. Третий флажок. Занимается продажей элитного алкоголя в Дьюти Фри в новом аэропорту. На третье свидание пригласил меня на дегустацию. Говорю, я вообще-то не разбираюсь и не пью. Ну, мне интересно, давай. Расскажешь мне, что к чему на дегустации? Повез меня в какой-то магазин-склад, где вина стоили что-то порядка 200 лир. Выбирай, говорит. Так что я тебе выберу, я же не разбираюсь, я ему отвечаю. Помаялись, в итоге взяли по пиву и сырок. На кассе он достал кошелек из заднего кармана джинса, и у него оттуда выпал презерватив. Мне бы уже тут собраться и вызвать такси, но я решила спросить, что это было? Как что? Он всегда с собой носит презервативы на всякий случай. Это же для здоровья. Ну и в самом деле, что это я? Он перевел разговор с этой темой, что это как раз ко мне много вопросов, потому что у меня дома пять попугаев есть. И если коротко передать его мысли, то все в говне. Ладно, повез он меня на набережную около моего дома пиво с сырком распивать. В ту ночь я не могла заснуть от мысли, что со мной не так. Может, я слишком избалована. Почему я ожидала, что мы поедем в винный погреб? Только ли потому, что его инстаграм это репортаж из винных погребов и дорогих ресторанов? Может быть, я меркантильная тварь? Еще я на презерватив обиделась. Хотя вот радоваться должна была, что парень-то такой продуманный. Все всегда при оружии. Четвертый пункт. Также меня смутило, что мой гигиенист страдал от хронического острого цистита. Он мне это сообщил после первого свидания, чтобы я таки не удивлялась, почему он каждый час просится отойти. Я как человек с чувством юмора ответила, что здорово иметь рядом человека, который не будет мне ставить в укор, что я часто тоже хожу в дамскую комнату. А дальше я практически стала его лечащим врачом, мамой и нянькой. Хоть до того, что какого у него характера выделения. К этому еще добавились конфликты на работе с коллегами, зарплата в лирах. Вот это все. Пятый финальный аккорд. Он устроил мне сцену ревности, так как во время свидания мне позвонил какой-то дед из тату-салона, к которому мы с подругой собирались зайти на чай, чтобы он рассказал про своих семерых котов. И нет, бы мой принц закатил бы мне сценку во время свидания. Он свою дорогу психовал, потом писал мне вечером, что его два раза вырвало, потому что он обычно не ест в таких дешевых местах, куда, оговорюсь, он привел меня на обед. Я тоже особо фастфуд никогда не ела, но не развалилась же. И не могла же я ему так на месте сказать, эй, не буду говорить нецензурное слово, где мои суши? Дальше больше. Как я его оскорбила с этим дедом? И, мол, если ты с кем-то, то ты не даешь свой номер телефона обыкому и так далее. Да твою же мать два раза извинилась, мол, ничего такого не хотела. И он там дед совсем старый. Да и мыслей у меня не было как-то с ним знакомиться. Просто мне жаль, что так вышел, прости. Нет, ну ты не понимаешь, как ты некрасиво себя повела. В итоге я поняла, что это никогда не закончится. И проще мне свалить все на разность наших культур, которые являются неприемлемым противоречием и не позволят нам составить счастливое счастье друг для друга. Потому что мне 39, я не изменюсь. И да, я заплатила за лечение уличной кошки 750 долларов. Вот такое я ебанько. Но тут он меня вроде спросил. Только два раза поднял вопрос, но я рекомендовала ему не соваться в мой кошелек. Сейчас у меня еще кошки в клинике, одна дома с попугаями. Как он планировал нашу совместную жизнь или хотя бы встречи в таких антисанитарийных условиях тогда? Очевидно, что он не из тех, кто ведет девушку в Шангрилла на ночь, если платила не она. Мне было ужасно нехорошо. Потом пару недель от логических нестыковок. Рыдала я как тварь и решила написать его бывшей девушке, чтобы уточнить, что со мной не так. Почему я чувствую себя такой неадекватной и страшно виноватой? Его девушка Куэр, ее зовут, ответила мне, чтобы я забила, и что со мной все в порядке на 100%. Просто наш герой пока не нашел себя в жизни, и таких тут овер дофига в Турции. Поэтому меньше нервов делай. Мой принц написал мне еще через два месяца в инстаграм про вернись, я все прощу. Никак все он не изыдет. Божечки, где я их беру? Так, давайте я немножко по менталитету, по вот этим пунктикам красным пробегусь. Комментарии дам, как житель здесь страны, да, общаясь с местными, особенности менталитета. Первое, мне вообще зацепило, что вы писали его подруге. На самом деле, это запрос вашей был самооценки для того, чтобы ее, назовем так, немножко повысить, утвердить. За консультацией, так сказать, не надо было, скорее всего, этого делать. То есть эффект-то нормальный, но она могла сказать что-то другое. Да и вообще, как бы, если мы отпускаем, то мы не только с бывшими этими не общаемся, но и с их бывшими тоже, если даже у нас есть контакты. Лучше вообще контакты в любом качестве с человеком, связи какие-то прерывать. Ну, давайте про финальный аккорд. Давайте снизу пойдем по порядку, вверх. Про свидание и ревность. Да, турки такие, и я думаю, что многие восточные мужчины, что ты, если дала номер там даже какому-то, я не знаю, господи, партняшнику в химчистке, там парень улыбался и так далее, не то что наезды, конечно, унтрировал тут проблему. Понятно было, что у вас уже нестыковки идут, и он это отмечает. Это был повод доколупаться, конечно, но ревность была, скорее всего, назовем так реальная. Повод у него был, потому что, да, скажем так, такие вопросы какие-то бытовые, если мы официально в отношениях, да, не просто непонятно, как приглядывается. То есть он лиху дал, чересчур рано начал. Я поняла, что это не был еще какой-то этап такой отношений, чтобы он прям за вас какие-то ответственности брал, что-то делал, решал. Так, вы тоже в тату-салон вместе, например, с ним пошли, с подругой еще и так далее. То есть он слишком, ну, как бы ускорял события, еще не был в таком статусе, и вы там официальный гриль, и мы встречаемся, и только просто гуляли. Но если вы в долгих отношениях с турком, в нормальных, адекватных отношениях, то есть месяц, два, три встречаетесь и больше, то да, турок может найти проблему, ревность, что ты даже, по сути, не думая задним числом, какой-то специальной мыслью дала номер телефона, не знаю, по ремонту обуви или компьютера и так далее. Потому что турки знают тоже своих людей, мужчин, которые подкатывают очень часто. Если девушка симпатичная, конечно же, а раз он с вами встречается, вас любит и считает вас, конечно, симпатичной, то он прекрасно понимает, что если вы дали номер, то дело не к вам, претензия, а к человеку, который его мог просить, даже это может быть и обувщик, и, там, я не знаю, ремонт компьютеров, телефонов, все что угодно, вдруг этим номером воспользуются, вас найдут там в Инстаграме, начнут вам писать, заигрывают. То есть это история к тому, что тебя начнут совращать, приставать, и знаете, какая фраза турка в такой ситуации будет? У меня к тебе вопросов нет, ты должен, как бы, есть вопрос, ты должна была подумать, или у меня спросить разрешение, можно давать номер, что-то такое можно сказать, но я не доверяю ему, а не тебе. Вот такая фраза была, да, это вот особенность их менталитета, потому что вы сами можете видеть, что здесь есть такие, да, которые очень клеятся, наглые могут быть мужчины, то есть не надо, как бы, давать повода пытаться к тебе подкатывать, что ли, так. Ну и про возраст, то, что дедушку, знаете, какие дедушки есть очень активные, не упустят ни одной юбки, бабники, а есть такие. Также следующий пункт, по поводу хронического цистита, как он потом начал уже рассказывать про все свои болячки, проблемы на работе, конфликты, зарплату в лирах и так далее. Есть такая тема, турки любят поныть, поплакаться, если они чувствуют человека, который ты внимательный слушатель, или даешь искренне какие-то советы, они любят, они готовы, у них стирается личная граница, они готовы рассказать максимально все о себе и про себя, вплоть до, я не знаю, показать результаты анализов, не постесняются интимных тем каких-то. В моей жизни тоже такое было, я рассказывать не буду с девочкой, там одной турчанкой общалась, и я вплоть даже через неделю просто знакомство, она мне такие вещи рассказывала, про какую-то свою интимную жизнь, близость и все такое, психологические вопросы на эту тему. Я вот так сидела в шоке, ответила на них, и потом потихонечку общение я свела на нет. Очень издалека я стала держать дистанцию с этим человеком. Ну вот да, они такие есть, они доверяют максимально. Они очень легкие и поверхностные, поэтому и рассказать себе открытие очень легко, они тебе сейчас это рассказали, они к этому легко относятся, тут же забыли, наплевали, и вот скажут, ну ты же пойдут кто-то рассказывать, плетники в Турции или там двуличные. Да, они к этому привыкшие, в этом выросшие, и для нее это нормально, и она так сделает, и к ней так же поступят. То есть здесь это окей, это норма такие поведения. Нам, возможно, с другим воспитанием, это как-то дико странно. Личные границы, а у них этой границы нет. Да, если турок тебе, это не важно, что твой парень, там интим какой-то с ним, может он тебе такие подробности своего здоровья может рассказывать, подружки, друзья, или, например, свекрови, там свекры, ну, а если ты еще и медик, или в Турции, то тебе все проблемы, болячки, ты скажешь, например, я офтальмолог, но тебе пойду с результатами урологическими, сердечными и так далее, будут задавать вопросы, о чем они с этим делают. Третий пунктик, что про, как они ходили на дегустацию, в итоге купили саркосичка, как я поняла, и пиво пошли на набережную и презерватив оставлю. Ну, это, конечно, поверхностность его, да, он как бы молодец, заботится о здоровье, говорит о том, что он слишком много пробует, интересуется, и на свидания водит совсем не только вас, конечно же, а он производит пиво. Четко отметили, что в Инстаграме его поведение, что было пивнушка, ну, пиво, и вина, и рестораны в Инстаграме два разных человека. Да, показуха типична. Очень многие, многие, многие турки, и только, кстати, мы же будем честными, Инстаграм, это или там в соцсети такие публичные про картинки и всякие видео, это показуха. То, как человек хочет себя позиционировать, кем он хочет быть, к чему он тянется, или как хочет, чтобы о нем думали люди, это вообще толика процента, когда люди естественные, натуральные, а не те, кем они хотят казаться. Вот это тот прекрасный пример. И вот, когда вы видите красивых, симпатичных, прилизанных, таких ухоженных дурок, с фоткой, с кофе у машины, или за столом, часы коглевые на руке, и там, такие всякие позы, это вся та история. Ты всегда делите не то, что на два, делите на пять, короче. Да, поэтому он себя позиционирует. Вот, ну, вы видели его настоящую нутро и сущность. Вот. Из этого пункта мы потихоньку перетекаем в следующий номер два, где провождение машины, его вообще позицию, как он себя держит и так далее. Вот продолжение. Это показуха типичная, он сам больше двигается до метро на скутере, но машина у него есть яркая, с яркой краской, привлекающая внимание, как он в ней расположен. Не то, что это понты, это для повышения своей самооценки для себя самого в первую очередь. Чувствовать себя комфортно, классно, там, не знаю, успешно, как еще можно это назвать, вы понимаете. То есть, это его личная потребность, его зона комфорта, он как себя хочет представлять людям. То есть, вот этой показухи в нем просто очень-очень много, начинается с инстаграма, заканчивая вождением, стилем вождения, поведением машины, вообще зачем она им нужна, но при этом живет с мамой. Да, поэтому, ну, машину такую купил классную, он живет с мамой, накопил, сэкономил, за аренду квартиры, например, не платил, или квартиру не покупал и так далее. Вот, ну, как бы, показуха вот, она в этом вообще в легкую. Ну, и плюс еще, это, знаете, жить с мамой, такое приятное, хорошее амплуа, я весь такой правильный, выйду там, не знаю, с кем-то познакомлю, это позиционируется в обществе, не говоришь, что он так делает, ну, такой типа из семейного дома замужние там отношения перейду в серьезные, такую девушку, наверное, у всех будет искать. Вот то, что вы про него рассказываете, это вообще типичное статистическое, среднестатистическое по Стамбулу вообще, и такие парни, как правило, женятся на девушках местных, которые из хорошей семьи, тоже она из родительского дома уходит там в семью, то есть не гулящие и так далее, но любят время проводить, гулять и тусоваться по ночным клубам, отжигать, но выходят, скажем так, женятся на правильных девочках или прикидывающихся девочках правильными. И по поводу первого пункта, последнего, поясню о том, что он начал быстро стирать границы и там говорит, ты там сделай что-то, мы пойдем с тобой на великах или там кататься, вот это все в стиле бокалым и бокарыст турецких, это вообще норма, это не только про отношения, про любую дружбу, в магазине общения, на работе коллеги, они все любят строить планы, рассказывать, я вам честно скажу, я, господи, за 10 лет миллионов историй слышала вокруг себя, друзей моего мужа, например, родственников, когда мы все активно куда-то типа собираемся, планы в отпуск компаний или в путешествия, никогда ничего до конца не доводилось, это все планируем, фантазируем, будет, в конце все сольются в итоге, или вообще забудут, как будто этого разговора нет, вот они сейчас за столом сидят, в ресторане обсуждают, выйдут, встанут, я говорю, ну что мы когда поедем, да никуда мы не поедем, потому что сели поговорили, то есть понимаете, это игра определенная, им это нравится планировать, они кайфуют от самого процесса, это лишь показатель того, что ну к тебе, тебя мы, скажем так, свои планы берем, вот он говорил, мы будем кататься, то есть симпатию показывал, что у него, не то что прям планы, выйдут за чистую монет, все точно на великах едем, весной покупаем, там я не знаю, летом, да, это все бокалу, посмотрим, время покажет, увидим, может быть будет, скорее всего не будет, вы также могли ему в уши напивать, подстраивайтесь под ситуацию, которая здесь есть, если вы здесь живете, то есть вы тоже можете из этого, скажем так, извлекать некую свою выгоду, вести себя таким же образом, вы поймете в этом немножко вкус, это например, когда к вам подкатывает или пытается общаться неприятный человек, который, ну или с которым вы не хотели родниться, с границей стирать, неприятен и так далее, чтобы некрасиво, грубо не послать, не ответе, всегда говорите, то конечно посмотрим, бокалу, бокареса, сами сливаетесь в итоге, и тогда человек здесь местный не обидится, он из разряда бокалу, все короче, проблем нет, посмотрим, то есть они изначально не ожидают, что это 100% исполнится, то есть этот фактор определенный, который нам не нравится, можно использовать тоже для себя, ну как минимум, многие, кто здесь живут, но в итоге так же начинают вести себя как турки, потому что ты все равно принимаешь культуру поведения, ты подстраиваешься, это нормально вообще, это адаптация мозга, все люди адаптируются, и благодаря этому мы выживаем, это наши инстинкты, так что вот все, ладно, разложила, если у вас есть вопросы подобные, пишите в комментариях, или вообще напишите, на какие темы снять видео, в частности, темы психологические, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, сниму то, что вам будет интересно, подстроить под вас, пишите комментарии под видео, если вам нужны консультации психологические мои, то пишите на почту, тема письма, консультация, я вам вышли условия, и подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, ссылка в инфобоксе под видео, скоро увидимся, всем пока!